Здравствуйте, друзья! Наконец-то руки дошли до панели Nexon. Уже несколько лет у меня пара штук лежит. Раньше я на них кое-что делал. И если использовать стандартный блок FL-PROG, то очень плохо работает. Скорости очень медленные, иной раз даже невозможно что-то серьёзное сделать. Только вот часы типа такое что-то можно было сделать. Так, ну я решил эту ситуацию исправить. Посмотрел разные канали YouTube. Вот здесь есть вот как сделать FL-PROG, чтобы вот это общение Nexon и Arduino побыстрее было. Здесь есть потом у Николая Калинникова тоже разгон до первой космической скорости. Я посмотрел вот эти каналы, я сделал свой как бы, ну они мало что отличаются от одних, но те функции, которые мне надо, вот у них что-то я не нашёл. Уже несколько дней голову ломаю. Вот, ну кое-что получилось у меня, короче говоря. Кроме того, я решил ещё немножко дизайном заниматься. Вот эту программу использовал. Так. Как называется программа? Я не скейп, по-моему. Вот так называется. Пару вечеров потратил. Вот это моя мастерская по созданию вот фонов и кнопок разных. То есть отличная программа. Здесь даже можно рисовать, что хотите, но мне это не надо. Мне вот только кнопки, фон и вот типа такие вещи делать. И вот здесь я тоже вот научился кое-что делать. И сейчас видео покажу, вот что у меня получилось в результате скорость. Скорость вот общения Nexion и Arduino стал максимальной, как Николай говорит, космической скоростью общается. То есть мгновенно всё это работает, мгновенно работает. Сразу данные передаётся, принимаются и никаких тормозов. Я не наблюдал. И кроме того, вот здесь на экране видите, вот типа такой дизайн у меня получился. Это первоначальный, но можно ещё над дизайном работать. То есть при помощи вот той программы можно разные кнопки делать, рисунки делать, ну что хотите можно делать. Вот я решил вот сейчас этим заняться. В это видео покажу я, что делал, схему подключения и всё наверное, вот этот первый час наверное будет, потому что если так разобраться, это всё надолго будет. Я думаю ещё 2 видео после этого вот у меня будет. Давайте посмотреть, как это у меня работает. Итак, друзья, сделал устройство на Nexion. Так, здесь у нас нода MCU. Здесь 4 светодиода, ну вместо реле, вот они будут загораться. Здесь датчик температуры, вот это 18D, 18P20. Здесь датчик температуры и влажности АХТ10. Здесь датчик атмосферного давления BMP 180. Так, здесь на экране работают часы. Здесь показывает температура, в данный момент в комнате, влажность в комнате. Здесь атмосферное давление и этот датчик температуры DS18B20. Это как-то терморегулятор для ПИД на ПИД регуляторе. То есть не терморегулятор, а вообще там, ну, какое-то устройство, кому надо будет использовать, он на ПИД регуляторе. Отсюда выключаем освещение, отсюда включаем розетку, отсюда выключаем вентилятор, отсюда вот этот терморегулятор включаем. Вот таким образом работает. Нажали, включился. Нажали, включился. Нажали, включился. Нажали, включился. Я хочу обратить на ваше внимание, вот огромные скорости. Работает всё это не так, как раньше было у меня. Когда очень медленно, после нажатой кнопки, секунд 10-20 ждёт, когда что-то включается. Сейчас по-другому всё это работает. И вторая страница для настройки. Здесь настройки БИД регулятора. Вот коэффициент КП, КИ и КД. Отсюда вот задаём, в данный момент 2000. Ну, допустим, сделаем 1000. 1000. Окей. Вот здесь 1000, но здесь не изменился. Вот здесь нажимаем, и ЕПРОМ это будет сохраняться. Вот ещё 1000 стал. Также это двух. И здесь температура вот 30 градусов. Вот сейчас нажмём и сделаем, допустим, 29. Вот 29. Вот 29. Вот 29. Окей. Так, 29. А здесь надо ещё на ЕПРОМ сохранить. Вот 29. То есть, как вы заметили, всё это мгновенно данные меняются. Даже секунду не проходит, меняются. Вот посмотрите, вот нажимаем здесь, на 1000 опять. 1000. Окей. Вот сейчас смотрите здесь, что произойдёт. Как нажму, сразу будет меняться. Вот сразу 1000 стал. То есть, это очень быстро работает. Теперь давайте посмотрим, как терморегулятор работает. Так. Здесь иногда он неправильно показывает. Надо обновить страницу. Надо вот это. Ну, сейчас немножко здесь, как температура поменяется, он изменится. А там, на самом деле, он нормально работает. терморегулятор. Вот отсюда выключаем вот эти. Видите, как быстро. Вот теперь работа терморегулятора. Вот я держу палец на датчике. Здесь температура увеличится. И там этот светодиод с шим работает. Он медленно потухнет. Здесь температура меняется. Поэтому сейчас убирал. Вот сейчас опять он тоже медленно включился. И это постепенно увеличивается. То есть, с шим работает. Просто вот, когда держу, быстро меняется. Температура, на самом деле, так быстро не будет меняться. Вот сейчас опять. Так, друзья, вы заметили, что скорость общения между НОДой МЦУ и НЕХТРН очень высокая. Можно сказать, мгновенное общение. Это получается за счет того, что постоянной вот это между собой связи нету, как бы. Если вот используют от ФБ блоки, от ФЛПРОК, он постоянно опрашивает Ардуино. Я так понял, что вот так. То есть, постоянно вот опрашивает все там кнопки, там все тексты, поля, постоянно общение. По-моему, все идут в раз. Туда-сюда гоняются всякие данные. А здесь этого не происходит. Здесь вот момент, только, допустим, кнопку нажали, вот данные отправляют. Температура изменилась, а тут данные сюда отправляются. То есть, вот такого нету, что все данные одновременно отправляют, получат. Вот этого нету. Ну, по-моему, из-за этого. Я так-то глубоко не влиг в это дело. Ну, видимо, из-за этого. Потому что, что я здесь делал? Здесь я делал то, что вот нажали кнопки, он данные отправил. Там температура изменилась, данные сюда отправляются. А так ничего. Там часы работает, только вот каждую секунду, вот эта секунды, вот этой сюда передается. И все. По-моему, из-за этого очень высокая... То есть, мгновенная... нажали кнопку, он мгновенно... Даже не успеваешь палец оттуда назад, он уже меняется. Так. Теперь давайте посмотрим... посмотрим так электрическую схему вот электрическая схема такая здесь 18b20 а еще 10 вот датчик температуры и влажности и bmp 085 или 190 или какой-то вот они все одинаковые по моему то же самое подключено по шине i2c вот d1 это scl d2 sda и еще здесь вот t18b20 подключен к d4 то есть поэтому там светодиод постоянно мигает секунду один раз вот опрашивается вот то есть секунду один раз данные отправляя сюда вот этот светодиод постоянно мигает и здесь выхода вот там я ничего не подключил то есть вот это терморегулятор вентилятор освещения розетка здесь при включении высокий уровень появляется если у вас будет там китайский релеш который от минуса работает надо будет вот эти выхода надо будет инвертировать так и давай теперь вот программа вот не ничто не дита здесь посмотреть вот что я хочу сказать там у нас вот этот как его температура вот здесь он чё-то чё-то не изменился как бы то есть это он 75 показывал пока температура не меняться здесь изменений произошел это скорее всего здесь надо вот это локал надо global поставить вот я сейчас global сделать что у вас такого не было вот тогда будет вот перешли туда на ту страницу вот на ту страницу потом сюда пока температура не изменится вот здесь вот вот из-за этого скорее всего вот это здесь работает нажали вот включился здесь уже ничего не сделать просто просто здесь вот какие вот да я посмотрите как я взял вот допустим вот здесь он показывает если вот эту кнопку нажать вот здесь он показывает что отправляется вот между но даем цию и не все ничего не происходит пока какая-нибудь кнопка не нажата или какая-то данные не отправляете вот нажали лампочку вот отправили т9 то есть там он распознает вот вот это т9 там и включает вот допустим вот эта лампочка здесь сейчас он не будет пока подключаться пока не подключена к но демте распознает включается и оттуда туда сюда изменяет вот эту картинку из меня то есть это текстовое изображение не текстовое изображение текст вот посмотрите что здесь вот это по сути текст вот текст здесь берем вот это image вот это картинку вместо текста картинку и только вот оттуда он картинку меняет. Вот в данный момент у нас подключена картинка пик 4, а он оттуда меняет вот это пик 4, пик 3. И получается вот меняется эта картинка. Вот так работает. Вот здесь, где лампочка-то? Что-то я не понял. А вот. Вот это, вот посмотрите, D4 и D4, вот здесь 4. При включении, когда выключено будет это, а там, когда меняется, оттуда сюда отправляет, и вот это меняет 4 на 3. То есть это, по сути, текст свое, это изображение. Вот примерно так происходит. И каждый вот это, вот посмотрите, нажали, отправили, вот еще раз, вот посмотрите, это Т9, а это Т11, это Т12, это Т10. То есть вот поэтому обозначение туда идет и оттуда меняется изображение. Вот здесь поменяемся, а здесь вот, нажали вот туда. Сейчас здесь это, вот цифры отправляют туда. Вот теперь 0, здесь 0 и отправляет 0A. То есть мы, вот это 0, это значение, а это A команда, как-то оттуда разделяю из строки, и там уже включается, вот записывается на EPROM, вот где A, то есть где KP, вот это параметр записывается, при помощи вот этой A здесь цифра будет. Вот эту цифру задали, допустим, допустим, 23. Вот 20, а, он не будет работать. Сейчас, а, будет работать, да. Вот 23 задали, окей, вот здесь 23. И вот отсюда, когда нажимаем, вот видите, отправили 23A. Это означает, что вот эти 23 нас записывают на EPROM, вот команда A, вот где EPROM для KP. Но сейчас здесь не меняется из-за того, что связи нету. Вот примерно так все это работает. Потом я более подробно здесь покажу еще, вот как вот это делать все. И кроме того, давайте посмотреть у нас это еще, вот какой у нас Nexion. Вот допустим, новый создаем, сейчас покажу у меня какой, чтобы... А, да, я уже этот, немножко туплю. Ну, новый файл создаем, я это не создал. Я уже этот, устал сегодня целый день. Вот допустим, 4. Создаем новый файл. Вот, вот это откроется. Здесь basic. И у меня вот, сейчас я взял вот это. Nex, Nex 4832, Teo 3511. Вот у меня данный момент, вот это скетч будет на такую. И здесь это разрешение 320 на 480 пикселей. Вот такое разрешение будет. И под видео я напишу, откуда я его покупал. И вот этот скетч, который здесь, вот этот скетч. Вот это. Открываем. А, у нас это на другом открыто, поэтому... Вот здесь открыто. То есть, вот этот, то, что здесь я создал, вот этот скетч у меня будет на сайте. Будет на сайте. Можете скачать и пробовать. Так. А теперь, вот несколько слов, вот это. Вот про дизайн, вот эту программу. Тоже ссылка будет, откуда можно скачать. И я еще могу ссылку отправить, вот где. То есть, даже не надо, вот очень множество видео уроков, вот как работать на этой программе. Ну, просто некоторые хитрости я покажу. Вот пару дней немножко поработал уже. Ну, для именно, для некшен, вот что, как сделать. И, вы сами тоже, сами можете делать. Потом, здесь у нас еще, у нас FL-PROG. FL-PROG тоже поверхностно, я расскажу. Опять, вот этот скетч будет под видео. Пока, вот, другие видео у меня не будет, можете подключать, посмотреть, знакомиться с этим. Здесь имя вашей сети. Здесь пароль для подключения вашей сети. Ну, это для часов. Только, только для часов. Но, в дальнейшем, видимо, вот это надо еще расширить возможности. Я поэтому FibroNodeMT с этим, с сетей будет связан. Вот, на первой странице время. Вот, получаем время. Вот это, и при помощи вот этого блока, вот это я уже посмотрел, у других как. Я сам переделал немножко, то есть под меня вот этот блок. То есть, здесь, что у нас получается. Вот, в дальние часов, вот как изменения происходят, данные отправляют, вот здесь написано, какое-то, Page 0, T 0. То есть, вот то, что здесь есть. Отправляют некшен, там, на нулевом. То есть, нулевой экран, вот этот первый экран. И текст 0. Вот там изображается то, что здесь часы видают. Здесь дальше, вот датчики. Вот датчики работают. Вот DS18B20, BMP 085 и HTU 10. Вот это 10. Вот тоже, да, мне опять точно так же, опять вот туда отправляют. Вот это Page 0, T 4. Это Page 0, T 3. А это Page 0, T 1, по-моему. Так, и здесь вот этот момент, вот там 75 показывал. Видите здесь, как работает. Вот пока здесь не меняется, вот это. Там данные не меняются. Поэтому, там если глобальный поставили, там он уже, вот это 75 не будет показывать. Он уже будет меняться. Так, здесь получение команд от Next Next. Вот посмотрите, здесь использовал вот это с UART. Получаем команду, вот здесь UART, тип выхода. Здесь новые данные и очистка буфера по команде на входе. Именно надо вот это выбрать. Вот здесь делал. То есть, новые данные получили. Таймер запускается и через 20 миллисекунд, через 20 миллисекунд он обновляет. Вот и стирает данные. Видите? То есть, данные получили и через 20 миллисекунд он стирает эти данные. Потом здесь, ну для освещения. Вот здесь от Next Next. Вот данные пришли. Видите? Здесь Т9. Вот как там Т9 будет. Вот это на выходе высокий уровень. Вот RS Trigger срабатывает. Если включено, выключается. Если выключено, включено. Когда включено, вот здесь вот это. Видите? Картинка меняется. Пик 4 на пик 3. Пик 4 у нас вот эта серая картинка. Пик 3. Вот этот белый. Вот это меняется. И кроме того, здесь еще добавляется. Это где надо менять? Вот Page 0, T9. Вот там будет менять. Вот это тоже немножко доработал. Вот это FB блок. То есть, чтобы там картинку поменялся. Вот это так работает. Здесь розетка, вентилятор тоже самый. Одинаково. И терморегулятор. Терморегулятор вот здесь. Пидрегулятор на всякий случай поставили. Вот многие меня спрашивают, сделать Пидрегулятор. Вот это у нас в FL Prog есть. Все очень просто. Вот если высокий уровень Пидрегулятор включается. А здесь три коэффициента. КП, КИ и КД. И отсюда вот это. Устанавливаем вот какую температуру надо поддерживать. И отсюда, отсюда температура. То есть это с датчика. А это устанавливаем. И на выходе, вот это выход. То есть, начинает вот работать. Если температура доходит, выключает. Включает. То есть, ну как Пидр регулирован. Я здесь не буду подробно рассказывать, как это работает. Вот посмотрите на канале. Ключ к Ардуино. Вот он очень доходчивый. И по примерам прямо показывает, как это работает. Я думаю, я лучше его не могу объяснить. Так что, если кому интересно, как это работает, посмотрите там. И здесь еще что у нас. Здесь еще. А, здесь уже на E-Prom сохранены данные на E-Prom тоже. Вот посмотрите. Здесь интересно. Вот это. Опять. Суарта. Подключаем данные. Но посмотрите. Опять тоже. Самый блок получения данных Суарта. И здесь выбираем. Вот это. Очистка буфера при приеме новых данных. Вот если так. Здесь всегда на конце вот конечное вот это остается. То есть пришел, допустим, 19А. Допустим, такое это. Все. Только А будет на выходе. И по этому принципу я вот там цифры отправляю. Вот отсюда вот пришел. А здесь видите. Если здесь А. Вот только конечная буква. Если А. Это значит у нас вот это первое. Вот это. Сохраняется E-Prom. Потом вот цифра какая. Вот. А здесь как. Вот. Посмотрите. Здесь будет допустим. Оттуда команда идет сорок А. Сорок А. А здесь это. Вот интегр его делаем. То есть только вот эти цифры будут. А А уже не будет. То есть. Вот когда А. Здесь сохраняет вот это число. Которое здесь. Вот на E-Prom. Вот сохраняет. Потом это обратно отправляет туда. Вот. Где отображается. Чтобы. Ну. Как обратный связь. Чтобы. Убедиться что сохранился. Вот. Вы видели. Я как делал. Вот. Как сохраняется. Вот. Все это. Так. И здесь тоже. Вот. Четыре таких сделал. Там. Четыре параметра надо было. Вот. Таким образом. Все это работает. Все очень просто. Просто. Уже. Целая неделя. Наверное. С этим занимаюсь. Только картинками. Вот этими. Как сделать. Дизайном. Вот эту программу. Изучал. Ну. Поверхность. Я не сказал. Скажу. Что хорошо. Изучал. Просто. Изучал. До такой степени. Что. То. Что мне надо. Я могу. Уже. Самому. Делать. То есть. Чужие. Уже. Не взять. Как бы. Вот. Таким образом. Все. Это работает. Ну. Уже. Этот. Будет. еще. Видео. Там. Уже. Более. Подробно. Покажу. Какие. Команды. Как это все. Действует. Вроде. Все. Спасибо. За внимание. До свидания. Нет. Вот. Редактор субтитров. Корректор. Редактор субтитров. Корректор. Редактор субтитров. Корректор. Редактор субтитров. Корректор. 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 Корректор.